Казахстан сейчас с его буквально двухнедельной парфюмерной историей одержал победу над Италией, у которой за плечами 400 лет парфюмерной истории. Здравствуйте, Юля, спасибо, что выделили нам время. Мы сначала с вами поговорим о бренде, потом перейдем к парфюмам, ароматам и так далее. Давайте начнем с того, что вообще как возникла идея создания такого бренда. И, насколько я знаю, мы были одними из первых в СНГ, кто создал такой парфюмерный дом, можно сказать. Добрый день. Так, конечно, Ауров Казахстан — это первый казахстанский завод, это первый казахстанский производитель отечественной парфюмерии, причем сразу в нишевом сегменте, это максимально премиальный сегмент. Для нас было очень важно поднять с нуля промышленность Казахстана, парфюмерную промышленность Казахстана, и сделать наши ароматы сразу высокого уровня, высокого качества, чтобы представлять нашу страну на международной парфюмерной арене. Все наши ароматы создавались лучшими европейскими парфюмерами. Это очень важно, потому что только так можно добиться международного признания. Все наши ароматы создавались во время огромного тендера, и только самые лучшие работы попали или отобраны в нашу парфюмерную коррекцию. И сейчас мы представляем нашу страну на международных парфюмерных выставках. Это дает нам возможность показать, познакомить мировую общественность с красотой ландшафта в Казахстане, нашими прекрасными мегаполисами, с нашей богатой культурой и историей. Для нас очень важно нести эту миссию, показывать нашу страну с помощью ароматов на международных рынках. Вы говорили о том, что вам важно было создать продукцию про казахстанцев, для казахстанцев, чтобы она была максимально доступна любому казахстанцу. Расскажите про ценовой сегмент ваших изделий. На самом деле, наш проект начинался именно с флаконов 95 мл. Из хрусталя – это ручная работа. Каждый флакон отполирован вручную. Он украшен невероятной красотой подвеской в виде монеты Исакского пургана. Она сделана из сплава драгоценных металлов и покрыта чистым золотом. Но мы понимали, что это на самом деле достаточно высокий ценовой сегмент. Но нам хотелось, чтобы каждый казахстанец мог позволить себе ароматы родной земли, сделанные лучшими европейскими парфюмерами. Для этого мы выпустили другой формат. Это тревел форматом 18 мл по бюджетной цене. И с ним мы сразу встали на самые популярные маркетплейсы страны. И действительно, мы по статистике продаж видим, что любой человек из любой точки Казахстана может заказать ароматы Аула в Казахстан и не пользоваться высокой гишевой парфюмерией. Давайте поговорим про дипломы, награды, которые вы получили. Где вы их получили? Кто вас, допустим, оценил? На самом деле, вот этот диплом – это международный диплом. И мы им очень гордимся, потому что получили его в год открытия. И на самом деле мы не ожидали вообще настолько высокой оценки. Аценки – это Fifi Awards – международный парфюмерный клуб, который присуждает по разным номинациям международные дипломы. У них три подразделения, и нам было проще по территориальной принадлежности подать заявку в Москву. И на самом деле мы хотели сделать это в 2021 году, но наши партнеры, вот эти вот заводы, которые нам делают наши парфюмерные композиции, они просто, не знаю, нас подтолкнули. Они сказали, ребята, мы ни разу не побеждали в этих номинациях, мы хотим, чтобы вы подали заявку прямо в этом году, потому что с нами у них был шанс выиграть именно в номинации по нишевой парфюмерии. У наших партнеров до нас никогда не было вот такого диплома, и они нас просто заставили. То есть так получилось, что, в принципе, уже заседание жюри шло, мы отправили буквально в последние несколько дней до окончания принятия заявок, и нам говорили, кто, в принципе, в каждой номинации сейчас фаворит. И мы знали, кто в какой номинации фаворит. И в нашей номинации фаворитом был итальянский бренд Pizzano Terenzi с их новой коллекцией с морскими звездами на крышках флаконов. Мы, в принципе, посмотрели, поняли, что новичкам ничего не светит, но участие тоже интересно. И когда, конечно, туда не поехали в Москву на обручение, мы просто смотрели прямой эфир, и когда Оксана Феодорова в конгресс-холле вскрывает этот красный конверт и говорит приз за лучший дизайн флаконов и упаковки в премиальном нишевом сегменте, я уже точно знала, что это Pizzano Terenzi. И представляете, когда у неё за стеной на огромном экране появляются наши флаконы и объявляют ауру ов Казахстан, и это было действительно феноменально. И на самом деле, когда мы приехали уже в Алма-Ату из Астаны, где мы открывали наш филиал, и обсуждали с нашими сотрудниками, с нашими друзьями эту победу, и такую мысль услышали, что это не просто Аула в Казахстан победила Италию, выиграла у итальянского нишевого бренда. На самом деле, они сказали, девочки, гордитесь тем, что это Казахстан, сейчас с его буквально двухнедельной парфюмерной историей одержал победу над Италией, у которой за плечами 400 лет парфюмерной истории. Ну и два года назад, это уже локальная награда, лучший товар Казахстана проводится Атамикеном, и в сотрудничестве со всеми министерствами индустрии, торговли собираются лучшие производители Казахстана, и делается отбор. На самом деле, тоже выиграть в номинации товаров для населения, потребительские товары для населения, нишевой парфюмерии, мы тоже не ожидали такую высокую награду, но вот такое авторитетное жюри выбрало наш бренд лучшим товаром Казахстана после прошлого года. Я так понимаю, вы очень большой вклад делаете вообще в целом в развитие, в знание нашей страны за рубежом. Скажите, пожалуйста, вот как-то out of topic, поддерживает ли местная власть и государство вот эти вот рвения, показать страну на весь мир? На самом деле, есть множество программ. У Кастрейда, у Атамикена, у Министерства индустрии, они все прописаны, но когда ты начинаешь двигаться, ты смотришь, оплачивается участие в выставке, оплачиваются расходы на экспорт. Но когда ты сталкиваешься с тем, что вот мы экспортеры, вот мы отправили на экспорт, вот мы провели участие в выставке, с которой мы привезли экспортный контракт, и выясняется, что на самом деле, несмотря на то, что эти программы есть, работают они так, словно мало того, что колесо вот это не смазано, в него еще и постоянно бросают песок. Сроки подачи заявок маленькие, нигде объявления нет. Если ты не попал вовремя, то никакого возмещения ты вообще не ждешь. Заявка рассматривается год, иногда больше. Естественно, с нашим уровнем инфляции ты получаешь уже совершенно другую сумму возмещения, тратя на это огромное количество времени своих сотрудников, потому что запрашивается сначала пакет документов есть, ты его предоставляешь, но у тебя постоянно запрашивают какие-то дополнительные документы, отвлекая большое количество твоих сотрудников. И получается на самом деле, что вот эти все меры поддержки, они несовершенны. Те, кто их пишет, они не имеют никакого отношения, видимо, действительно к производству, к экспорту. Они делают для нас инструменты, но эти инструменты не рабочие. И поэтому все, что пока, чего мы добились, наша вот эта вот история успеха, это не благодаря государственной поддержке, а вопреки ее практически полному отсутствию. Хотелось бы, конечно, чтобы государство обратило внимание, да, у нас есть какие-то огромные экспортеры ресурсов, какой-то крупной техники. И мы такие маленькие, хотя мы относимся к Министерству индустрии, и мы представляем химическую промышленность Казахстана, но нас не замечают, а нам бы очень хотелось реальной поддержки. Расскажите про ароматы, которые здесь представлены, они все разные, я так понимаю. Коллекция Ауров Казахстана делится на три группы. Цветочная, географическая и историческая. Начнем мы с цветочной коллекции. В ней у нас два аромата красивых. Земля тюльпанов, красивый весенний аромат, мимоза, фрейдия, сирень, зеленые нотки, и чуть позже раскрывается тюльпан. Этот аромат, он посвящен как раз весеннему периоду на наурыз, когда распускаются первые степные тюльпаны. Его создал французский парфюмер Себастьян Мартин. Следующий аромат в цветочной коллекции – это сильверо-дельвейс, усеребряный дельвейс, символ горных вершин. Это сосна, хлада, гвоздика, пряности, ваниль и мускус. Этот аромат, он посвящен нашим заснеженным вершинам гор, ледяной реке, древесным именно вот ноткам. Очень красивый, освежающий аромат, и вот прям вот посвящен нашему Чамбулату. В географической коллекции первый аромат – это пульс Астаны, посвящение нашей столице. Его создала Сара Маккартни из Великобритании. Она была приглашена в Казахстан, и уже свои впечатления передала в аромате. Она увидела, что оно так – нотки холодной красной розы, нотки черной смородины, нотки дождя и металла. Следующий аромат географической коллекции – это сердце Алматы. Этот аромат посвящен нашему городу. Это полная противоположность Астане, как в принципе в жизни, так и в ароматах. Он теплый, вкусный. В нем нотки абрикоса, яблоки, дыни, черный чай с медом, воздух возле фабрики рахат, который пропитан своей сладостью, ваниль, шоколад, пряности. Так увидела Сара Маккартни нашу Алмату. Black Gold – аромат, посвященный нефти, черному золоту Казахстана. Верхние нотки у него технические, машинное масло, мазут. Но когда он раскрывается, на коже он звучит очень мягко, красиво, брутально. Раскрываются ноты шотландского виски, горькой кожи, табака. «Ветер великой степи» – это посвящение нашим красивым бескрайним степям. Здесь нотки полыни, тонкий аромат кожи, полевые цветы, степные травы. Это настолько красивый, шикарный аромат, именно травянистый для любителей трав, кто далек от цветов, либо от чего-то горького. Вот он прям идеально сочетается. Именно вот весной, для весны это идеальный парфюм. Музыка гор. Очень красивый горный аромат. Условно мы его называем «Мидеу». Это лето в горах. Чабрец, мускатный орех, лаванда, ладанник, ели. Очень красивый аромат. Немножко есть сладость, но травы, они здесь безумно красиво звучат. Тридцатилетие специальное издание. Этот аромат был выпущен в конце 2021 года и был посвящен тридцатилетию независимости Казахстана. Это очень красивый аромат, посвященный любви. Любви к родной земле, к родному дому, где мы родились и выросли. Здесь таевская роза, кардамон, шафран, кислинка красных ягод, клубничный мармелад. И плюс по парфюмерной концентрации девять ароматов у нас Оде Парфюм, тридцатилетие и еще один аромат на немножко и позже. Это экстракт, что говорит о более большой стойкости, шлейфовости на ароматы. В исторической коллекции у нас два аромата. Это сага о шелковом пути, легенда о томирис. Сага о шелковом пути, он очень красивый, с восточными нотками. Здесь парфюмер хотела передать частичку истории того времени, когда торговцы везли самые лучшие товары. В верхних нотках здесь благовонии, мира, ладан, специи, масла, шелкам. То есть прям такой восточный базар в самом лучшем его проявлении. Аромат посвященный великой сагской царице, легенда о томирис. В нем очень много цветов, которые олицетворяют женственность, красоту царицы. Ведь все-таки она была рождена украшать мир своей красотой, но по воле судьбы стала великим полководцем. И в этом аромате цветы, белые цветы, гвоздика, фиалки, они олицетворяют ее красоту и женственность. Но специи, они рассказывают о ее характере. Одиннадцатый наш аромат в нашей коллекции это Севена Секонстан. Посвящение красивому, звездному, цветному небу. Он был выпущен в прошлом году осенью и покорил многие сердца своей красивой композицией. Семерка в целом во все времена была не просто счастливым, но и каким-то волшебным, аналогическим числом во многих цивилизациях. Семь невидимых планет небосхлона, семь цветов радуги, семь дней недели. В общем, мы хотели прямо именно в этом аромате передать и эту магию, которая затронула всех нас в свое время. Ну и сама красота аромата она не оставляет равнодушным никого. Здесь сматки абрикоса, семена моркови, ут, почули, осмакос. Он и легкий, и в то же время сложный по своей составляющей, и он очень красивый. Именно второй, о котором я ранее говорила, аромат по парфюмерной концентрации, экстракт, который заполняет собой все пространство. Наша продукция представлена в разных объемах и в разных видах упаковки. Сейчас я вам покажу именно вот два вида упаковки, в которые упакованы большие флаконы 95 мл. Это стандартная картонная коробка и деревянный ларец. В деревянном ларце идет большой флакон и красивый шелковый тематический платок. Если это условно женский аромат, там большие платки 65 на 65 сантиметров. Если это условно мужской аромат, там идет платок паше по 35 на 35 сантиметров. Каждый платок имеет очень красивый дизайн, тематический, к каждому аромату. А какие вообще объемы? Вот можем купить только получается флакон, да? Или может какие-то мини-версии есть там и так далее, помимо вот флакона? Сколько миллилитров, да? На самом деле вот эти у нас хрустальные флаконы, они представлены в двух вариантах. Вот это стандартная упаковка. Здесь у нас 95 миллилитров в хрустале. Описание аромата на трех языках, на казахском, английском, русском. Обязательно имя парфюмера сделано в Казахстане большими буквами, потому что это гордость. А у географической коллекции у каждого аромата есть еще и координаты, потому что мы хотели, чтобы человек, заинтересовавшись ароматом, он ввел в поиск эти координаты и увидел место, которому посвящены эти ароматы. Самым продаваемым форматом в Казахстане у нас являются наши миниатюры. Как раз таки, как я говорю, это тот самый бюджетно-экономический оправданный формат, для которого мы специально вышли на все главные маркетплейсы страны. Наши тревелы объемом 18 мл со спрейным механизмом. Они у нас на самом деле продаются в двух форматах. Это простой картон и подарочный набор, когда надо подарить, особенно у нас любят их дарить, иностранцам, у которых небольшое количество свободного места в багаже. Здесь у нас брошь опять в виде монеты писакского кургана. Также сделана в Казахстане нашими мастерами. И вакон на бархатном черном лажените. Очень красивая коробка. Также этот вакон тревел может быть в простом картоне. И именно вот этот формат у нас является бестселлером, потому что по цене он доступен любому Казахстану. Сколько стоит? Сколько здесь миллилитров? Здесь 18 миллилитров. И их цена от 20 до 30 тысяч в зависимости от парфюмерной коллекции и концентрации. Так как у нас парфюмерные композиции сделаны из дорогого сырья, из натурального сырья, очень стойкие, шлейфовые, то даже такого объема при использовании ежедневно хватит как минимум на полгода, потому что 2-3 пшика держатся до вечера, а на одежде не смываются даже после стирки. Но и это не все. У нас есть еще волшебный формат, это миниатюры. Вот это набор миниатюр, это самый продаваемый формат в нашем интернет-магазине, потому что у нас бесплатная доставка по всему миру, и любители нишевой парфюмерии со всего мира заказывают такие наборы, чтобы сразу за один раз узнать о Казахстане все. Здесь 11 ароматов, старое описание, специальные именные блотеры для тестирования, и после такого набора очень часто человек заказывает 1-2 аромата из всей коллекции, которые ему больше всего понравились. И только в нашем ботике можно, вот я вам рассказывала о том, что у нас есть подарочные миниатюры с фотографиями казахстанских фотографов. Вот они. Здесь у нас и известные Дни передоценка, Константин Тиквильзе, Максим Золотухин, то есть все наши известные казахстанские фотографы, которые снимают Казахстан, которые прославляют Казахстан фотографиях. Мы с ними заключили контракты, выкупили у них фотографии, чтобы показывать красоту тех мест, о которых сделаны ароматы. Спасибо вам, Юля, было очень повествовательно, очень вкусно все это распробовать. Я надеюсь, что все казахстанцы, кто смогут, придут, попробуют, услышат эти ароматы. Ну и, конечно, желаю вам подцветания. Аура в Казахстан просто, я думаю, такой бренд Казахстана, который должен быть повсеместно, известен и, надеюсь, достигнет еще более широких высот, самых высоких высот. Вот. Спасибо вам большое и надеюсь, что за рубежом наши гости, наши туристы тоже окунутся в эту ауру прекрасных наших степей, гор, нашей Алматы, Астаны. И просто, это просто нужно почувствовать. Спасибо. Спасибо.